всех приветствую на моем канале сегодня 6 сентября пару дней назад мне ватсап написал мой подписчик добрый день это ваш подписчик на канале youtube вам нужна для канала свежая детективная история которая приключилась с нами в это лето в махмут лар если дату скину все детали подписчика зовут дмитрий он сам из казахстана я ему отвечаю почему мы почему вы не хотите встретиться и все рассказать на камеру а то некоторые опять напишет что я вру и все придумала есть такие комментарии у меня и дмитрий мне написал что он уже четыре дня как в казахстане но он еще оставил отзыв на сайте tripadvisor и под этим видео в описании я оставлю ссылку вы можете пройти по этой ссылке и уже от первого числа отзыв этот почитать а я вам сейчас его зачитаю и он сказал что об этом инциденте многие в махмут ларе знают ну в общем сейчас зачитываю и вы все поймете сказ о том как мошенница илгунья украла у нас 400 евро в алании отзыв о астар бич весьма пренеприятнейшая история случилась с нами и связана она с этим отелем точнее с ее владельцами и администрации в одном лице новые владельцы ну или арендатора этого отеля перепрофилировали его под сдачу номеров как квартир ну или апартаментов на срок от одного месяца и более цена 350 400 евро в месяц нас более чем устраивала в силу того что наш отдых как правило активный и большую часть времени мы проводим не отеля так вот два года подряд мы на месяц останавливались в этом отеле более-менее все устраивало решили остановиться в нем и в этом году все необходимые контакты телефона у нас были однако ни один из этих номеров не отвечал такое ощущение что номера отключены не активны более сделав несколько попыток выйти на связь с администрацией отеля мы решили ехать в другое место однако через пару недель администратор отеля ирина она же по ее словам жена хозяина отеля внезапно сама выходит на связь другого номера телефона и предлагает зарезервировать номер заранее ну и тут начинается принципе самое интересное ее условия перевод стопроцентной оплаты на турецкую карту за резервацию мы увидели удивились так как до этого два года отдавали деньги лично по приезду на что она выдала целую историю про то что народу очень много много бронирования идет и без оплаты она нам не гарантирует свободный номер недолго думая мы согласились она быстро скинула номер карты для перевода денег по ее словам это карта мужа однако на эту карту перевести деньги нам не удалось по причинам связанным с банком выпустившим эту карту тогда ирина очень быстро прислала номер другой карты принадлежавший опять таки по ее словам сестре ее мужа на ее карту деньги 400 евро ушли сразу хочу здесь отступление сделать что просто так бы я естественно голословная не делала бы этот ролик но человек дмитрий это действительно мне все скрины переписки выслал и все чеки что он да действительно эти деньги отправлял именно я специально не называю чтобы youtube меня не заблокировал на имена и фамилии в тех людей на карты которых он отправлял деньги но он не их в личных сообщениях прислал это действительно правда ни расписку не какой-то документ об оплате мы не просили так как даже мысли не возникло что что-то может пойти не так первое подозрение появилась спустя примерно неделю когда это ирина снова позвонила и сообщила что у них изменились условия заселения якобы бухгалтер требует внести еще 200 евро как гарантийный депозит при заселении тут в голове словно что-то щелкнуло гарантийный депозит вносится в момент заселения и уж никак не может быть внесен за 4 месяца до самого заселения но это естественно это да действительно так депозит оплачивается по приезду мы отказались его платить и попросили в таком случае вернуть нам наши 400 евро внесенные за резервацию ранее ирина взяла паузу минут пять заявил что сейчас решит этот вопрос бухгалтером через пять минут перезванивает и говорит что якобы внесла свои деньги за нас качестве депозита и мы ей просто отдадим когда приедет когда приедем нас это успокоило примерно за полтора месяца до поездки смотря ролики местного блогера на ютюбе мы увидели этот отель мельком увидели и глазам не поверили его начали разбирать видео было короткое толком ничего не было видно но понимание что с отелем что-то не так было очевидно и вот как полезно ролики разные на youtube смотреть мы позвонили ирине и задали вопрос все в порядке с отелями не изменились ли у нее планы на что получили успокаивающий на тот момент ответ что все в порядке волноваться не о чем и все будет хорошо это нас немного успокоило в день отъезда звоним снова говорим что выезжаем и получаем шокирующую душесчипательную историю про снос отеля ну тоже если вы видели в ролике что отель носят зачем верить не верь словам верь глазам своим на наш вопрос а что же нам делать и куда нам заселяться ирина заявила что прямо сейчас подыщет нам вариант заменой жилья через пару часов она дала нам такой вариант полноценной квартиры 1 плюс 1 в турецком обычном доме но всего за 350 евро самый сезон естественно мы согласились посмотрев фото и видео этой квартиры но был нюанс мы должны будем снова заплатить 350 евро при заезде так как по ее словам в отеле шел аудит и счета заморожены поэтому она не сможет нам отдать наши 400 евро сразу на вопрос когда она вернет нам деньги она ответила что через десять дней после разблокировки счета но если идет аудит и счета за мороженый то это уже нужно бить тревогу потому что понятно что с этим отелем уже что-то не то если счета заморозили ну ладно подумали мы вернет так вернет мы поверили как оказалось напрасно по приезду в квартиру заселились отдали 350 евро и пошел процесс отдыха параллельно с этим шел процесс кормления завтраками со стороны ирины по вопросу возврата наших денег словом она не отказывалась вернуть деньги но каждый раз находила кучу причин почему она не может это сделать то бухгалтер в отъезде то она сама в отъезде звонили почти каждый день спрашивали про деньги и каждый раз были слезные истории про то какие у них там проблемы что они все заняты по самое не могу находясь в бодруме и находятся в бодруме и что приедут в махмутлар не знаем а когда на наш простой вопрос почему нельзя просто вернуть деньги на карту был получен примерно такой ответ деньги не ее поэтому нужна расписка от нас а расписку мы можем ей можем ей вручить только при личной встрече а поскольку ее по ее же словам нет в городе то есть встреча это каждый раз переносилась на завтра на послезавтра и так далее так прошел месяц как вы уже поняли поняли денег своих мы так и не увидели под конец отдыха ирина вообще перестала реагировать на наши сообщения хотя мы уже давно поняли что не видать нам наших денег как своих ушей все равно оставалась надежда что проснется у человека совесть ну и надежда хоть на какую-то порядочность в этом вопросе с ее стороны ни того ни другого у нее не оказалось ни чести ни совести ни порядочности а ведь она еще веру сменила ислам приняла ходит по махмутлару вся укрытая мусульманскую одежду по виду и не скажешь что эта женщина по факту оказалась патологической в гуне и мошенница и просто воровкой как нам стало известно по той же схеме этой аферистки удалось обмануть еще несколько человек оплатившие резервацию номера в отеле который уже сносят подвожу итог по факту оказалось что все абсолютно все что говорила эта женщина была ложью она начала от начала до конца все ее обещания по возврату наших денег заверения даже клятвы одна сплошная ложь хочу предостеречь все заинтересованные стороны не ведите с этими людьми никаких дел и в кое и ни в коем случае не пересылайте им на карту деньги чтобы они при этом не говорили по слова по словам этой женщине а имя ее напомню ирина а в личной переписке потом он мне говорил что она один раз ириной представляется один раз иной точно как ее имя неизвестно может ее вообще оксана зовут но она говорит всем ирина или и на итак по словам этой женщины а имя ее напомню ирина они с мужем снова собирается открывать отель и якобы уже закончили все переговоры по покупке локации отеля примерно там же на первой береговой сторону каргаджака от их прежнего отеля опять-таки все с ее слов цена которым как вы понимаете ноль но даже если так боже вас упаси заселяться в их отель а уж тем более делать там резервацию эти люди как гиены вцепятся мертвой хваткой и ваши деньги в том числе и залоговые депозиты и больше вы эти деньги не увидите будьте бдительны и осторожны доверять этим людям нельзя ни при каких условиях почему я решила записать этот ролик если вдруг кто-то тоже попадал подобную ситуацию пишите обязательно в комментариях ну и все таки деньги не на деревьях растут вы их тяжело зарабатываете потому что поэтому как бы не разбрасывайте сими на этом все берегите себя и своих близких мирного неба над головой всем пока до новых встреч